В интернете стремительно набирает популярность невероятное видео, снятое на видеорегистратор одного из автомобилей в Туле. Пешехода, оставшегося без каких-либо травм, несмотря на непосредственную близость к столкновению КамАЗа-недорожника, можно назвать родившимся в рубашке. После ДТП мужчина, как ничем не бывало, перешел на другую сторону дороги. А теперь родной Могилев и его мастера в парковке. На улице Мовчанского этот Геллендваген постоянно паркуется на газоне. Улица Терехина, есть места и возле дома, и в соседнем переулке, но нужно было заехать именно на зеленую зону, да поглубже. А этот Opel вообще умудрился припарковаться прямо в арке, создав неудобства для всех остальных. Про припаркованную Ниву вообще ничего говорить не нужно. Это мега-креатив. А вот еще одна Нива, водитель которой пытался скрыться сотрудников ДПС, будучи в состоянии правильно алкогольного опьянения. Он увеличивал скорость и препятствовал обгону патрульной машины, а после наехал на бордюры и не справился с управлением. Недорожник съехал в Квет и опрокинулся. Автомобиль получил механические повреждения, водитель ушибы и лишение водительских прав. Дело было в Держинске. А это страшное ДТП с участием трактора МТЗ и автомобиля Ford Sierra на трассе Могилев-Минск. Трактор практически невредим. Водитель легковушки погиб на месте. Проводится проверка. И вновь учителя на дороге. В Бресте автобус из-за припаркованных машин останавливается на светофоре, препятствуя Ауди проехать к стоп-линии. Водитель легковушки решил поучить автобус-гармошку прямо на остановке общественного транспорта. У водителя автобуса сохранена полная видеозапись происшествия, и хозяину Аудио за этот урок придется заплатить. Могилев. В хитрый перекресток возле гостиницы «Турист» Volkswagen Passat не пропустил машину, за что и лег вверх тормашками. Курьезный случай произошел в Германии. Со стоянки крупного автомобильного дилера похитили 44 колеса. Все машины, с которых сняли колеса, новые и без пробега. Шины и диски у этих автомобилей, соответственно, тоже новые. Компания обещает награду в размере 5000 евро за информацию о ворах, которые оставили без колес 5 Ауди, 4 Вольсвагена и 2 Сеата. В столице на проспекте независимости столкнулись спортивный Ниссан и Мазда. Голубая машинка, прямо как из игры Need for Speed, но в очень большой скорости перестраивалась в другой ряд и получила сильнейший удар в переднюю часть автомобиля. Все живы, но машинку жалко. Гонять на велосипеде можно быстро? Очень быстро. На прошлой неделе швейцарец на своем необычном двухколесном установил мировой рекорд скорости, разогнавшись на велосипеде до 333 км в час. Франсуа Гесси, оседавший свой байк, без проблем обогнал спорткар Ferrari F430. Да, велосипед был необычным, оснащенным реактивным двигателем, работающим на перекиси водорода. Но это уже не важно, велосипедисты не куют. Летать на автомобиле, как когда-то Фантомас предлагают нам в Словакии. В Вене представлен автомобиль, который способен передвигаться и по дорогам, и по воздуху. Максимальная скорость агрегата по земле составляет порядка 160 км в час. Средний расход топлива вполне земной, около 8 литров на 100 км в пути. Цены на первый в мире летающий автомобиль пока неизвестны. Знаем лишь, что управлять аппаратом смогут только профессиональные пилоты. Обычных водительских прав окажется недостаточно. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» в одно слово «собачка» тут точка. Бай! Присылайте свои орхот. КОНЕЦ «Автомат» КОНЕЦ «Автомат» СМС-